Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости. С вами Элина Нурматова. Сегодня в выпуске смотрите. Коллеги, поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам здоровья, благополучия. Медико-санитарная часть Десногорска отметила 40-летний юбилей. Изделия медицинской мебели, шкафы, столы, стеллажи полномобильные удовлетворяют требования потребителя. Компания «Доктор мебель» оказала благотворительную помощь в медсанчасти 135. Миллион рублей на одну придомовую территорию. То есть это дворовой проезд, ремонт дворового проезда, установка урн и лавочек. Комфорт и уют города в руках самих жителей. Мы хотим как лучше. Давайте посоветуемся, как вам лучше. Десногорцы решают судьбу своих дворов. А теперь об этих и других новостях подробнее. Ответственность за здоровье пациента для них превыше всего. Они работают днем и ночью и порой в ущерб себе. 5 октября медработники отметили юбилей своего лечебного учреждения. Как прошло торжество, смотрите в нашем сюжете. Праздник прошел в концертном зале «Нейтрино». Специально к 40-летию медсанчасти для коллектива был подготовлен фильм об истории становления старейшего в городе предприятия. В этот день от представителей станции, руководства города и духовенства прозвучали особые слова благодарности в адрес всех работников больницы. Мы вместе выполняем одну большую государственную задачу, которую ставит перед нами государство. Мы вырабатываем электрическую и тепловую энергию при безусловном выполнении требований безопасности. А вы создаете все условия, вы нас оберегаете, вы даете возможность нашему персоналу приходить и выполнять поставленную задачу здоровыми, сильными и красивыми. За это вам большое-большое спасибо. Ваша любовь к людям, она проявляется в вашей работе. И я уверен и знаю, что в ответ на это люди, ваши пациенты, те, кому вы помогаете в болезни и в здравии, и родиться, они за это любят вас. Епископ Росховский и Десногорский Милетий наградил начальника медсанчасти Алексея Азаренкова нагрудным знаком святого благоверного великого князя Ростислава Третьей степени. Самую престижную награду – отличник здравоохранения – получили заведующий акушерским отделением Елена Швецова, стоматолог Валерий Сысоев и старшая медсестра Надежда Курзенкова. Юбилей медучреждения – большое событие и праздник для тех, кто посвятил свою жизнь самой важной и гуманной профессии на Земле. Проявляя терпение, отдавая знания и частичку души, врачи помогают своим пациентам победить недуги и сохранить здоровье. Труд врача, он связан с очень высокой ответственностью. Вот если взять акушера-гинеколога, мы ответственны за жизнь двоих – за женщину и за ребенка. И когда получается что-то не так, это очень тяжелый моральный удар. Это очень тяжелая профессия. Надо иметь призвание, надо быть патриотом. У меня это получилось со школьной скамьи. Я уже думал с 9 класса пойти по медицине. Решил, что пойду в медицину, буду лечить детей, чтобы не болели взрослые. Как сказал Гиппократ, медицина поистине есть самая благородная из всех искусств. И спустя тысячелетия эта фраза до сих пор актуальна. Алина Сазонтова, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ. Просьбы о помощи стали повседневными в нашей жизни. Однако зачастую те, кому она действительно нужна, не готовы просить. И тогда на помощь приходят неравнодушные люди. Так, медико-санитарная часть номер 135 получила поддержку со стороны российского производителя специализированной мебели. Подробнее в сюжете. Медицинская мебель отличается от обычной. Она изготавливается из специальных материалов, которые выдерживают непростые условия работы в учреждениях здравоохранения. И, что немаловажно, такая мебель должна иметь долгий срок эксплуатации. В нами было принято решение оказать безвозвездную помощь в поставке медицинской мебели в нашу больницу. Сумма поставленной мебели складывается порядка трех миллионов рублей. Медсанчасть поставили мебель из нержавеющей стали и эксклюзивной модели, состоящей из алюминиевого каркаса и полипропиленовых пластиков. Несколько месяцев назад нам удалось заменить часть медицинской мебели благодаря помощи предпринимателей. Мы им благодарны за сотрудничество. Доктор Мебель – молодая, но динамично развивающаяся компания, которая занимается производством изделий медицинского назначения. С 2011 года предприятие разместило свои производственные площадки в Десногорске. Сегодня здесь работают более ста человек. Работа нравится, коллектив дружный, руководство всегда идет навстречу. Корпоративные праздники проводятся для детей, вывозили детей из Смоленск. Коллектив у нас очень дружный, мы с Дуру все помогаем, чувствуем поддержку руководства, всегда можно обратиться за помощью. Скоро «Доктор Мебель» обеспечит новые рабочие места, поскольку сейчас строится производственно-логистический комплекс. Здания введут в эксплуатацию в конце года. Это позволит не только увеличить объем продукции, но и оказать поддержку другим учреждениям. Как правило, люди остаются в стороне от общественных задач и занимают нейтральную позицию, не понимая, что проблемы не решатся самостоятельно без активного участия граждан. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, необходимо начать действовать. И начать прежде всего стоит с того, что окружает человека. Именно для этих целей был создан проект формирования комфортной городской среды. Эта программа стартовала в 2017 году и уже достигнуты первые результаты. Несколько дворов полностью поменяли свой облик. Уложен новый асфальт, расширены парковки, установлены новые скамейки и урны, оборудовано освещение. Десногорцы по-разному отзываются об этом проекте, но все они единодушно отмечают изменения, которые уже произошли в городе. Каждый раз, чтобы был порядок в городе, чтобы было чисто, чтобы красиво было, чтобы дети наши радовались, чтобы площадка здесь была для детей. Под лежачий камень вода не течет, надо что-то делать, надо, иначе 21 век. Мы же смотрим телевизор, смотрим как, где, что. Мы в таком зачуханном состоянии. В настоящее время зарегистрировано 8 заявок, которые подали неравнодушные к окружающей местности Десногорцы. В следующем году дворы этих жильцов приобретут новый вид. Всем, кто желает принять участие в программе, управляющая компания МУП КГП оказывает всестороннюю помощь. После того, как жители приносят нам свои заявки с пожеланиями, они отмечают на своем плане то, что они хотят видеть на своих благоустроенных придомовых территориях. Наши специалисты выходят на место, замеряют все необходимые элементы, составляют всю сметную документацию, то есть ведут все расчеты и разрабатывают подробный план эскизный, чтобы потом его утвердить. Оставить заявку и решить, какие зоны будут благоустроены в первую очередь, нужно до 1 февраля. До этого времени десногорцы могут разработать эскизные проекты. Именно от активного участия десногорцев зависит комфорт и уют их дворов. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ Продолжаем тему создания комфорта в городе. Проект, который действует в Десногорске 2017 года, расширяет свои границы. К программе формирования комфортной городской среды присоединились жители первого дома, первого микрорайона. 5 октября они провели общее собрание, чтобы обсудить, как улучшить внешний вид своего двора. В этот день решались вопросы капитального ремонта в доме, и за счет чего будут расширены парковка и проезжая часть. Некоторые жители опасались, что парковку сделают прямо под их окнами, что создаст дополнительный дискомфорт. По благоустройству, а все надо изменить. Мы бездорожье, как после войны. Проезжая часть и прохожая часть. Мамы с колясками вынуждены объезжать эти ямы, по тротуару не проехать. Где-то видать в нашем городе. Управляющая компания МУПККП помогает жителям, поддерживает их инициативу и старается ответить на все вопросы. Для жителей специально был разработан проект на основе их пожеланий. Десногорцам предоставлен выбор – сделать ремонт придомовых проездов с установкой урн и лавок, либо расширить парковочные места с бордюрами и установить детский игровой комплекс. Зависит это от того, захотят ли жители профинансировать дополнительный перечень работ или выберут лишь минимальный. Специалисты уже произвели расчет стоимости и тех, и других работ. Если наберется больше 50% голосов от общего количества проголосовавших, то решение будет принято. То есть, ворум состоялся и собрание будет правомочным. Тому, кто не смог присутствовать в научном этапе, раздадут бюллетени для голосования. Их нужно будет опустить в специальные ящики, которые установлены в каждом подъезде. Заочный этап продлится до 12 октября. Элина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. А теперь коротко о погоде. 9 октября в Десногорске будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 3. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте. Десна Дефис ТВ точка ру. С вами была Элина Нурматова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин